Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я Валерия. Друзья, как часто мы печем различные маффины и нам хочется как-то их украсить. Я люблю очень посыпочку, она яркая, красивая, я люблю очень глазури, все это здорово, но хочется мне сегодня приготовить радужный крем, такой цветной и многогранный, я бы сказала. Я посмотрела в интернете, как это делается, будем учиться вместе, посмотрим, что получится. Я специально для этого рецепта купила растительные сливки. Во-первых, они стоят практически в 2, наверное, с половиной раза дешевле, а во-вторых, их много и мы будем тренироваться. Вот такие у меня растительные сливки. Я взяла насадку-звездочку, если понадобится, если нам будет маловато, еще одну возьму, но у меня не очень большой набор. Так, еще смесь, ой, вернее, это у меня краска пищевая. Бирюзовая, желтая и красная. Сейчас по несколько, буквально по капельке выдавлю, чтобы нам окрашивать сливки. Одна особенность у сливок растительных, их нужно окрашивать до взбивания. Желтая. Так, чуть-чуть делалась уже. И бирюзовая. Буду я накладывать краску зубочисткой, чтобы не намешать сильно много. Ну, попробуем. Отправляем сливок немножко. И добавляем. Ну, давайте с красной начнем. Красная. Так, нам нужно, чтобы цвет был не очень насыщенный. Я не хочу прям алую какую-то получить. Нужны нежные-нежные пастельные такие тона. Так. Берем свою штебу. Миксер. Очень мне нравится взбивать сливки. И аккуратненько сливаем. Нет, мне кажется, все-таки это сильно нежно. Давайте добавим еще. В общем-то, ориентируйтесь на свой вкус. Ну, и на цель, с которой вы хотите окрасить. И взбиваем до плотной темы. Вот такой цвет меня вполне устроит. Если вы покупаете точно такие же сливки, учтите, что они сами по себе уже сладкие. Ничего, сахар никакой не нужно добавлять. Ну, посмотрите, вот уже все. Такой, собственно говоря, очень быстро все это делается. Все, приступаем к следующему цвету. Теперь желтый цвет сделаю. Тоже до плотной темы. Следующий цвет бирюзовый. Посмотрите, он уже какой красивый. Очень красивый. Что-то через чурмежно. Сейчас еще я добавлю. Великолепный просто цвет. Посмотрите, какие нежные цвета. Сука, мне уже очень нравится. Крем получился просто чудо. Что делаем дальше? Смотрите, берем пищевую пленку, раскладываем ее на столе. И теперь крем. Будем вот так вот распределять тремя ровными полосками. Если у вас больше цветов, значит там 4, 5, 6. Следующий. Прямо так вот плотненько. И бирюзовый. Я надеюсь, что все получится. Очень хочется красивого крема. И сейчас вот таким образом сворачиваем крем. Так, чтобы пустот не было. Вообще можно использовать будет и масляный крем. Именно вот такой техникой. С одной стороны завязали. Вот такой батончик готов. Теперь берем обычный мешок кондитерский. Я у меня вот одноразовый, очень их нежно люблю, потому как быстро выкинул и не надо мыть. Я вставлю насадку, срезаю лишнее. И теперь отрезаем вот здесь вот хвостик. И аккуратно наш батон вставляем в кондитерский мешок. Так, распределяем, стараясь, чтобы крем точно так же распределился внутри мешка. Вуаля! Теперь попробуем наносить разными способами. Ой, смотрите, как красиво! Просто вот такую розу делаем. Теперь делаем вот такими зигзагами. Практически цветочек у нас. Вот тут еще добавим лепесток. Теперь вот так наносим и оттягиваем. Наносим, оттягиваем. Ай, лишнее можно убрать сразу. Так. Красота! Теперь делаем вот такие маленькие звездочки. Так. Крем действительно радужный. Смотрите, как классно! Ярко, красиво! Красота! Попробуем сделать маленькие розочки. Раз. Раз. Еще. Такие нарядные кексики, маффины. Для детей вообще одно удовольствие. Сделаем вот такой цветочек к центру. Лепесточки. И теперь попробуем такую повыше сделать. Ох, какая у нас красота! Действительно радужно! У меня еще осталось пару идей. Возьмем вот такую насадку. Друзья мои, я уже хотела взять другой мешок, а оказалось, что вытащить остатки крема очень легко. Все, вытаскиваю ту насадку, которая мне не нужна. Ставлю другую. И вот так же вот в пакете, ой, в пищевой пленке вставляю крем обратно. Капельку протянули. Капельку протянули. Капельку протянули. С масляным кремом, наверное, будет лучше. Все равно, мне кажется, такой интересный цветочек получится. И теперь в шахматном порядке добавим маленьких. И закрываем верхушечку маленькими капельками. Друзья мои, ну вот и все. Смотрите, какая красота получилась. Мне очень понравилось работать с такими сливками. Крем действительно получился радужный, красивый, яркий. Смотрите, вот здесь вот прям такие штуки объемные. Здесь прям мороженка, цветочки. Тут какие-то звездочки. Ну, красиво очень. Я думаю, что вот так вот украшать можно и нужно. Особенно, да и не только на детские праздники. Я бы и на свой праздник так украсила. Все. А вот рецепт маффин я вам расскажу завтра. Завтра выйдет видео. Посмотрите. И, может быть, такое вот и сотворите. Ну что, друзья, я считаю, все получилось. Я думаю, что можно любой крем использовать именно для маффин или кексов. Ну, как любой. Конечно, нет, не любой, а тот, который будет держать форму. Мы обязательно с вами зимой попробуем какие-нибудь разные крема. Просто сейчас, лето, уже не хочется что-то чего-то такого плотного, маслянистого. Поэтому я и взяла растительные сливки. Они, конечно, немножко химозные, но, тем не менее, достаточно вкусные. Мне нравятся. Что еще хочу сказать. Не бойтесь экспериментировать. Даже вот с одной насадкой посмотрите, сколько можно сделать рисуночков разных красивых. А вот такой способ запечатывания крема, он вообще дает простор фантазии. Можно два цвета смешать, три, пять, разные цвета, вообще гармонировать, миксовать, как хотите. Классная же идея. Все, друзья, обязательно повоспользуйтесь моими советами. Попробуйте приготовить классно-прекладно. Я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось наше видео. И обязательно добавляйтесь к нам в друзья. Будем дружить кухнями. У нас еще впереди очень много интересных и вкусных рецептов.